Ваш замечательный, сломанный, прекрасный стул. Мы стараемся побрать подальше, чтобы наши гости, которые приходят на конференции, на него вот так вот случайно не сели. И не нафиг, не так начаться. Сломанные стулья, незакрывающиеся шкафы, окна, из-за которых летом жарко, а зимой приходится сидеть в куртках. Кабинет, в котором вырастают журналисты, пиарщики, специалисты по СММ, похож на заброшенную советский класс. Косметический ремонт делали 4 года назад, но этого уже мало. Все эти вот стулья, столы, которые вы здесь видите, они уже старые. Им всем, они еще со второго этажа переехали, им всем, наверное, вот сколько этому зданию. Они тут, наверное, годов с 80-х. Мы вроде как позиционируемся и в интернете, и там вот как газета, то есть как молодежные СМИ для подростков Алтайского края. То есть мы хотим быть современными, хотим быть классными, но при этом сюда приходят ребята заниматься и видят, ну вот это вот все, как бы вот эти все старые столы, старые стены, вот эти шкафы, то есть. Ну и, конечно, здесь неуютно, не очень комфортно. Газета СМИ – единственное школьное издание в крае. Здесь бесплатно обучают азам теле, радио, газетные и мультимедийные журналистики. За 28 лет существования в редакции обучились несколько тысяч детей, около 300 из них стали журналистами. Здесь вырастают таланты, дети приходят еще школьниками, потом становятся преподавателями для младших. Например, Маша Лобастова учится на четвертом курсе журфака и сама уже преподает сетевую журналистику. Мои знания ограничивались конкретной газетой, потому что я и писала в газету, и занималась только газетой. Интернет-журналистика для меня была, ну, скажем так, еще не до конца открытой. И для того, чтобы научить ребят, мне пришлось самой сначала освоить вот эти азы интернет-журналистики, мультимедийной журналистики. И потом мы вместе начали дальше, ну, все эти программы осваивать. Самисты говорят, администрация юношеского центра, чей кабинет они занимают, признала необходимость ремонта, но средств у них на это не хватает. Вместе с командой педагогов я решила запустить сбор на планете. Мы хотим преобразить редакцию, поставить новые окна и двери, починить шкафы и мебель, а также сделать грифельную доску, чтобы можно было писать план номера. И для этого нам нужна ваша поддержка. Мы хотим собрать 160 тысяч рублей. На ремонт можно пожертвовать на сайте Планета.ру. На данный момент собрано уже больше 30 тысяч рублей. Но сроки поджимают, деньги нужно собрать до конца февраля, иначе платформа заблокирует проект. Мечта самистов отремонтировать помещение в марте, на день рождения редакции. Но это напрямую зависит от нераднодушных. Ирина Корчегина, Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.